И в подарок женщинам чудо своими руками. Муромская рукодельница Наталья Кузнецова создает памятные сюрпризы, которые преобразят и украсят любой дом, подчеркнут характер хозяйки. О маленьких вещицах, способных наполнить семейный очаг большой авторской фантазии, в сюжете. Чайные домики, ключницы, обереги, маленькие произведения искусства, аналогов которых невозможно найти. И даже сама Наталья не в силах на 100% продублировать свои творения. Инженер по образованию разработала не одну линейку оригинальных подарков, сделанных вручную. Выступающих в роли изюминки дома и способных подчеркнуть индивидуальный стиль и достоинство интерьера. Расписываю, декупажу, клею, потом еще декорирую, каракелюры делаю. В общем, разные техники совсем. Совмещаю их и делаю что-то свое, основанное на фантазии. 30-летняя Наталья воспитывает сына. В большинстве ее работ проскальзывает некая семейная философия. По мнению автора, счастье находится от нас на расстоянии вытянутой руки, а порой и на самой ладони. Русская больше роспись меня сейчас привлекает. Ну, которая вот именно про дом, семью, цвета вот эти вот, которые есть, присутствуют в вышивках старинных. Ну, и мотивы такие там, птицы, счастье, ангелы какие-то. И что важно на самом деле? Дом важно, семья важна. Важно сохранять там душевное спокойствие, улыбку. Там, ну, какие-то качества такие, которые помогают нам там быть вместе. Наталья быстрая и порывиста, как и все ее многообразное творчество. В роли строгого критика выступает мама. Благодаря фундаментальности взглядов бывшего работника деревянного производства, все свои работы Наташа доводит до абсолюта. Любимые работы я себе выставила на кухонном гарнитуре, на кухне. Они уже несколько лет стоят, и мне никогда не надоедают. Просто, когда я посмотрю, у меня сразу тепло на душе, хорошее настроение вызывает, улыбку. Знаю, потому что, что это от души. У рукодельницы большие творческие планы. И участие в фестивале самобытных мастеров со всей России, которые традиционно проходят в Санкт-Петербурге, ближайшие из них. Елена Петрова, Николай Малоденов. Новости. Муром.